Ну вот, время полдесятого, мы с кабасей подходим ко сну, потому что встаем мы рано и ложимся рано. Хорошо так, когда в хорошем настроении, ложишься спать, кот там рядом с тобой, улёгся довольно. Маленькая наша спит. Вот надо же, одного раза ей хватило сказать, показать её место. И она там спит. Вот дурочка, дурочка маленькая. Беспородная. А это сразу поняла, с одного раза. Вот так вот. Ну ладно, мои дорогие. Спокойной ночи всем. Пока-пока. Время полчетвёртого. Мы с кабасей не спим уже. На улице всю ночь идёт дождь. Думаем, сидим, да, кабася? Идти на улицу или не идти? Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Просыпалась каждый час. Не знаю, с чем это связано. Так, так, идёт, идёт мокрое крыльцо. Аккуратненько, аккуратненько. Плохо спала. Полчетвёртого меня вообще разбудил, поднял коба. После чего сам, морда рыжая, ушёл опять спать на второй этаж. Ну, как у тебя жизнь? Как жизнь у тебя? Ой! Хорошо. Тепло. Тихо. Так, уйди из-под ног. Ну, ведь иду тебе по лапам. Ты всё равно, дурында, не понимаешь, что ты делаешь. Ну, хорошо. Я вчера не поливала. Думаю, обещали дождик. Хоть всё полило. Ну, так, всё вроде нормально. Пойти девушку покормить. Самой позавтракать. Да за дела приниматься. Ну, вот ветерок опять поднимается. Ну, сегодня тоже дождик обещали. Так, Марта, не безобразничай. Видите, внимания ей не уделяю. Капкает. Вот. А что я, о чём хотела поговорить? А поговорить я хотела об уважении себя и зрителей. Вот написала мне в комментариях одна, не знаю, молодая женщина или в возрасте, не знаю, написала, что у меня говняные ролики. Ну, что вот хочется на это сказать. Снимайте свои, и у вас будут замечательные. Я в этом уверена. А так, сидя дома на диване, очень легко обсирать кого-то. Ничего не делая. И вот очень часто, когда блогеры возмущаются на всякие пакости, которые им пишут, и начинают зрители писать. Вы не уважаете своих зрителей. То да сё, да это. Уважаем мы своих зрителей. Уважаем и любим. Но адекватных, нормальных людей. Вот можете мне поверить. Мне, когда пишут про свои жизненные истории, я так жалею, что сижу и ревну и с огромным уважением отношусь к этим людям. Но не к тем, которые могут тебе написать, сука старая, да всё, что угодно. Почему я их должна уважать? За то, что я работаю, стараюсь, а они пишут мне гадости? Я так думаю, что тут я должна себя уважать. Чем, собственно, я в первую очередь и занимаюсь. я уважаю своих зрителей. Я не показываю какого-то дерьма. но вот этих вот, которые, не зная тебя, могут написать такое, что мне 63 года. И вот это дерьмо. Я терпеть не собираюсь. Я не знаю, как сам Вэл терпит такое количество гадости, которые ему пишут, но у него контент другой. Он же постоянно провоцирует своих зрителей. Поэтому и комментарии такие. Ну, его, может быть, это устраивает. Ну, по нему видно, как он расстраивается. И как он ругается, и как он хамит. И всё. Ну, мы же все просто обычные люди. Просто люди, которые, естественно, и обижаемся, и грустно нам расстраиваемся. Поэтому я считаю, что никакого уважения не может быть к таким зрителям. Ну, и, собственно, в конце хочу вам сказать. Всё это вам вернётся. Потому что, когда я читаю вот такую мерзость, я про себя говорю. Ваши речи вам на плечи. А это я такой человек. А есть, о-хо-хо, какие люди. Если такой человек вам этого пожелает, вам вернётся. И ещё как. Так что, когда пишете дерьмо, задумывайтесь хоть иногда. Но я думаю, что там думать нечем. Иначе нормальный бы человек никогда не писал всякие паксти. Это моё личное мнение. Вот так. Ну что, а я пойду снимать свои говняные ролики. Потому что кому-то они нравятся. Давно я тут ничем не занималась. Вот пришла, помыла стол. Опять вот, видите, всё уделала. Вот чем занимается девушка моя. Надо сейчас взять шланг, вымыть терраску. Ну, а чё, жильцу не надо. А я тут не живу. Да и... Вот она. Притаскивает откуда-то. Грызёт. Всё, в общем, чёрт-те что. Радуется ребёнок. Играет тем, что найдёт. Мячик нашла ей маленький. Был такой у мальчишек из цельной резины, наверное. Ну, то есть, его не прокусить. Но он такой небольшой ей как раз. Так всё. Она уже его куда-то в траву, в кусты. Вот так вот. Помогает мне во всех делах буквально. Потихонечку Мелисса у меня сохнет. Вот это ещё сняла рано. Надо пойти назад повесить. Ещё не высохла. Вот я никогда как-то внимания не обращала, сколько я её сушу за лето. Вот надо посмотреть в этом году, правда, сколько же у меня получится. Ну, чё, девчонки-подружки чаю уважают такой. Саша моя пьёт чай такой. Так что сушим, сушим и сушим. А она не кончается. Она растёт, растёт. Это Мелисса. Целый лес. Вот всё жду-жду-жду. Как мне скажут, приедут мои мальчишки с Иринкой или нет. чтобы мне хоть заняться уборкой тут. Ещё одну кровать поставить. Всё разобрать. Убраться. Но пока что-то ни ответа, ни привет. Ой, как же выгорел весь мой указатель. Даже не понять, что там написано. Мурманск 3 900, Москва 1900 километров, Греция 1900 километров, Танерифе 6100 километров, Раваниеме 3600, Париж 3000, Болгария 1200, Севастополь ну, 170 километров, уже не видно, Киркинесс 4000, Турция полторы тысячи. Щёлкова рукой подать. В прошлом году ведь Марина вот всё это зарисовывала. Ой, какое же солнышко, А я ещё хотела второй столб делать, потому что у меня тут не вошло и половины. Ну, и чего это? И ведь лаком покрывала два раза. Толку-то не, а видите, вон, что творится. не знаю, чем. Выжигать, что ли, надо. Столько труда, выпиливала вот это, с Алиной писали, разрисовывали. и всё это. Вот так вот. Так что цемент тут лучше держится, чем на дереве рисовать и писать. Сидит. Ага. Сидит. Долго она не усидит на месте. Вот так. О как. опять. Ну, ты полежала бы хоть, попозировала, а? Ну, что это такое? Вот, молодец. Да, вот, вот, да. Вот так. Ой, Марта, я не могу до стады. Легла. Пакет с мусором нашла себе. Сейчас буду мыть терраску. Так что беги, хавайся. Неслил. Ну, ненавистие. Неслил. И ненавистие. Нет, так не пойдет. Пойду галоши одену. Промокнешь все. Промокнешь все. Промокнешь все. Промокнешь все. Пожалуйста. Вот я и говорю, мои дорогие. Не хватает времени ни на что. Ну вот помыла. А что толку-то? Сейчас высохнет, и будет опять серое и страшное. Вот и погода разгулялась. 18 градусов в тени. Ну нет, да, пока нет тепла что-то в Крыму. Все тепло. На севере. Ну ничего, будет же тепло-то. Ой, хотя я помню, 6 лет назад мы последнее лето в Болгарии жили. Полтора месяца шли дожди, было наводнение. Ой. Погода просто была отвратная. Грозы, тучи, льёт. Ой. У них там осадков было за полтора месяца. 40 литров. 40 литров. А вот не помню на что, на квадратный метр, наверное, да? Ну не на сантиметр же. Хотя, может, и на сантиметр, если в варне машины плавали по улицам. Так что бывает и такое лето. Но, надеюсь, что не будет. Так, виноград у меня. Надо куда-то его привязывать. Верёвка ж только второму этажу. Он весь вон... Раньше же у него опора тут была. Она у меня сломалась. Такая, как арка. Ой, вот. Ой, где времени взять на всё? Ну вот, привязала пока трубу металлическую повыше. А потом надо что-то придумывать. Они же растут и растут, и им цепляться за что-то надо. Вот такие наши дела. А то пишут. Я же вам снимаю свою жизнь. И она у меня вот такая. Не знаю. Мне нравится. Моя жизнь и то, что я снимаю. И мне нравятся мои подписчики хорошие, умные, добрые, всё понимающие. А остальная всякая шваль. Кабасенька выспался. Пришёл проверить, что я тут делала. С серьёзным видом пошёл куда-то. Вон, вон, вон. Что, Кабасенька, опять до ночи, а может и до утра следующего? Всё сходит, всё проверит, понюхает. Серьёзное животное. Это вам не марта. Вот на вишне наверху уже там есть краснеющие ягодки. А ветром их, видимо, сшибает. И вот смотрите. Натюрморт у меня какой получился. Ой, не знаю, видно вам, нет? Две вишенки вместе улетели с вишней, повисли на зизифусе. Вот такое вот бывает. А я смотрю и не пойму, думаю, что там такое красненькое появилось. Ягода, брана. Ну вот как. Толя вчера звонил и говорит, есть километров сорок отсюда, поле цветёт. Ягода, Толя, давай подождём до начала июня. И съездим в сторону Евпатории. Уж очень хочется эти поля цветущие. Вот, а у меня вот, видите, я их купила, посадила, обрезала сразу все верхушки. И вот их больше цветов. Я не знаю, может, кто не знает, девочки, петуньи вот обрезаешь прям, не жалея все вот эти вот, всю эту красоту. И оно с каждым разом больше и больше. И до самых, здесь так до самого Нового года цвести будут. А у меня было такое, что и на следующий год, хотя они однолетние, но, видимо, зима, что ли, была тёплая. И у меня на следующий год выросли и цвели. Вот сейчас они распустятся, постоят. Я опять их все обстригу. И всё, и будут цвести. И вот это вот обрезала. У неё был один цветочек. Сейчас уже больше. А это вот Марта объела. Пожиратель цветов. Не знаю, будут цвести кактусы в этом году или нет. Два года цвели подряд. Посмотрим. Ну, вон сколько деток поноворастало. Привязала верёвку вон до второго этажа. Ну, не знаю, насколько это инженерное сооружение продержится. Опять сколько розочек настригла. Жалко, конечно. Ну, а ничего, новый он распустится. Прямо обожаю этот куст. Самый цветущий. Вот у меня цветочки распускаются. Они на самом деле более бордовые. Камера не передаёт. А вот когда я их сажала, и что это за цветочки, убейте меня, не помню. Я так по осени хожу, там какие семена попадаются, собираю. Ну, не знаю, короче говоря, что это за цветочки. Ну, расцвели. Только вот эта вот девушка откусывает цветочки. Ну, вот как вы думаете? Сейчас вот стояла на дороге, снимала, снимала, с вами разговаривала. Возвращаюсь домой. Опять нет звука. Что-то с ним происходит с телефоном. Ну, а что с ним происходит? Он у меня уже полтора года. Как Костя мне его купил, подарил. А вот я слышала, сам Вэл говорил, что если на телефон постоянно снимать, то он быстро накрывается. Видимо, наверное, в этом дело. И вот перезагрузишь, вроде опять звук появляется. Вот сейчас посмотрю, есть или нет. Есть. Ну, я вот не могу второй раз вот так же говорить. Я же от души говорю. Ну, ладно, я сейчас главное скажу, что я говорила. Спасибо, мои дорогие, за комментарии, за тех, кто за меня переживает. Спасибо. Лариса Артамонова прислала мне звуковое сообщение, что вот, ну, вот, если вы канал закроете, я так привыкла. Да и вы мне, девчонки, не чужие люди-то. Вот все, кто мне пишут постоянно комментарии, я же вас... Вот такое ощущение, что я вас всех знаю. Я знаю. Ну, просто я, конечно, вся в раздумьях, ну, просто тяжеловато, тяжеловато. Хуже и возраст такой. И потом, если бы я просто говорила только, а то я же и делаю что-то. А ведь что-то, чтобы снять, надо что-то сделать. А на все это надо время. У меня уже и участок весь заросший. И, в общем, как-то у меня не получается у меня разрываться. А когда уже два года уже с лишним на канал есть, уже, понимаете, хочется и материальных каких-то все-таки, да? А просмотров все меньше и меньше. И так обидно и жалко и времени, и жалко и сил своих. Ну, вы же меня понимаете, нормальные люди. Правда? И пенсии-то у нас у всех не миллионами ворочаем. Поэтому хочется и не получается. И, в общем, кошмар какой-то. Так что вот такие вот дела. ушла с улицы там. Пришла женщина. Ну, наверное, такси ждать. И так смотрит на меня. Я стою одна с телефоном и с кем-то разговариваю. В общем, вот так вот все. И в то же время, я думаю, ну, не буду я снимать. делать-то я все равно буду, пока могу. А кому я буду показывать? Некому ведь. Так что полный раздрызг у меня в голове, мои хорошие. Не знаю, да, что делать. сидит. Сидит. Сейчас перед тем, как снимать, ходила к своему жильцу, ну, так поговорить. Так что она вытворяла? Она гавкала, визжала, царапала дверь, ломилась прямо в дверь, с такой стук об дверь. Ну, не могу. Ну, господи. Да, Оксанка пишет, на ручки хочет. Да ношу я ее на ручках. Маленькая она. Не нужен ей ни мячик, ни эти косточки, которые грызть. Да, скажу, мамка мне нужна, я еще маленькая. Да. Да мой хороший. Ну, маленькая смешная собачка. Мне жилец мой говорит, вот нафиг она тебе нужна, вот такая собака. Купила бы себе собаку породистую там. Я говорю, ты знаешь, вот у меня всякие были собаки, мне как-то, ну, не знаю, ее порода мне как-то неинтересна абсолютно уже. А мне кажется, вот эти беспородные, они самые умные, самые благодарные. Да, мой хороший? Да? Ну, правда, не знаю, конечно, они же как люди, что вырастет из нее. дуреха. Так что, вот такие вот дела, мои дорогие. Завтра обещают, ну, и завтра, и еще два дня дожди. Так сейчас вот я прочитала, что вот это вот, как она, геомагнитная, что ли, обстановка тяжелая, что сегодня, завтра и послезавтра еще хреноватенько нам будет. Так что, не забывайте свои лекарства. Наша третья молодость сделала такое. Уже без лекарств никуда. Ну, и что, будем надеяться на лучшее, как всегда. Спасибо. Что все будет хорошо. больше на что надеяться-то. Ладно, мои золотые, давайте до завтра, берегите себя, пусть все у вас будет спокойно и на душе, и в семье. Вот она, вот она, вот она ходит в цветы, обкусывает, главное, цветочки самые. Вот, палку-то дал, скоро зацветет. Ну, и всего вам хорошего. Спокойного вечера, спокойной ночи, чтобы ничего нового не болело. Я всегда только так говорю, лишь бы ничего нового не болело. будем держаться. Куда мы денемся? Пока-пока, мои дорогие. До завтра. Собаки лают, дети кричат. У нас прям появились дети. Люди поприезжали уже. Скоро вот так будет весело. Ну, ладно, пока-пока. Да, ты-то ушлаешь, конечно. КОНЕЦ